Соразовы! Всем доброе утро. Точнее уже не утро, а день. Время 12 часов. Я всю ночь не спала. Состояние 3 дня у меня просто отвратительное. Моральное. Именно моральное. Фух, я даже опухшая. Да. Всю ночь гуляла. Одна. по бульвару нашему. Да. Короче, ладно, я сейчас попью кофе, сделаю гимнастику, накрашусь, приведу себя немного в порядок и поболтаем немножко. Расскажу, что происходило в моей жизни и какие на сегодня планы. Сейчас с утра натощак я выпиваю вот этот напиток. У меня тут совсем немножко осталось. Вот этот Доброген от Фаберлик. Я уже говорила про него, рассказывала, это концентрат коллагенового напитка. За полчаса до еды нужно его выпить. Выпиваю его и делаю зарядку, гимнастику лечебную. Стараюсь каждый день делать комплекс упражнений по утрам, потому что потом сразу чувствую себя лучше. планы немного изменились, я решила смонтировать ролик, домонтировать, сейчас опубликую на канал. Короче говоря, в последнее время у меня все разводятся. И в окружении, и блогеры, которых я смотрю, тоже разводятся. Все расстаются. И было три волшебных дня в моей жизни сказочных. Вот была свадьба, потом фестиваль рок, и потом был просто классный день, когда мы просто гуляли. Потом я встречалась с друзьями, потом я встретилась со своей старой подругой, с которой сто лет не виделась. Выбирала я, кстати, вот как раз машину. Выбирала, выбирала. Вроде все, хотела покупать. А потом встретилась с подругой, она говорит, Настя, это такой гемор, она только недавно опять в нее вложила 50 тысяч. И что-то у меня опять уже, я думаю, нужна ли она мне, или проще на такси. Вот, а вообще, что да, было три классных дня в моей жизни. Все было как в сказке. А потом, да, нужно было возвращаться в реальность. Короче говоря, потом как раз-таки, чего еще у меня испортилось настроение, были дожди. Была очень плохая погода. И у нас были постоянно гости. Олеся приглашала разных подружек домой. И мы в основном играли с ними. Я занималась полностью детьми. Я тут стояла у политы, готовила завтрак, обед, ужин. Мне нужно было заказ пойти срочно забрать в Фаберлик. Я гуляла под дождем, вся промокла просто насквозь. Просто получается так, что сейчас в моем окружении практически все расстаются. Это просто какой-то кошмар. Я так рада, что была свадьба, вот этот светлый такой сказочный день, такой радостный. Потому что у всех у моих слезы, переживания и так далее. Я обожаю эту песенку. Итак, а я сейчас буду краситься. Сейчас я в основном пользуюсь утром увлажняющей гели лица наношу. Потом вот это средство. Это типа тональный легкий крем. BB крем. Он очень легкий. Вот это уже плотный тон. И он мне очень нравится. Черный карандаш, тушь, немного теней. А самое прикольное, мне нравится вот эта палетка. Она вообще суперская. Вот эти румяна, как видите, я использую чаще всего. Вообще они суперские. Наносятся, ложатся классно. Хайлайтер офигенный. Ну, короче, сейчас буду краситься. Чтобы поднять себе настроение, нужно поухаживать за собой, масочку сделать там, кремиком помазаться, искупаться, бодрящий душ принять. Как поднять себе настроение? Почему я в депрессии несколько дней? Да потому что я... Такое ощущение, что просто влюбилась в одного человека. Он уже улетел, и мне нужно его забыть. Вот. Но пока с этим справиться очень сложно. Вот. Я хочу его забыть. Даже не знаю. Никогда не думала, что у меня были такие чувства к человеку. Просто потрясающе. Это было, конечно. Я уже просто не верила даже, что я могу влюбиться, и у меня наконец-таки появились чувства к человеку. Представляете? Это вообще редкость. А тут такое произошло. Вообще хотела шоппинг-терапию устроить себе. У меня даже есть сертификат еще в Sunlight мне подарить на день рождения. Даже еще его не ездила, ничего не покупала. Там вот хочу поехать, может быть сегодня, может быть завтра. И чтобы отвлечься, мы сегодня пойдем обязательно в ресторан, сходим с подружкой. Там будет и певец, и просто классно проведем время. Я надеюсь. Хочу еще на пляж съездить, позагорать очень сильно. Прям нужно чуть-чуть позагореть. Вообще будет бомба. А еще я стараюсь под глаза вообще ничего не наносить, потому что у меня сразу глаза начинают слезиться. У меня жуткое раздражение и аллергия начинается. Мне очень нравится, как сейчас выглядит моя кожа. Нет прыщей, слава богу. Никаких высыпаний. Так что вот видите, я стала такая белая, и сейчас я буду наносить румяна. Вот. Мне очень нравится румяна наносить, потому что сразу такое свеженькое, красивое личико. Как будто молодят они. На камере, наверное, не очень будет видно. Я никогда не высветляю корректором вот эту вот часть, как обычно это все делают, чтобы она была светлее. Я этого не делаю, потому что, опять же таки повторюсь, у меня раздражение. Я вот эту вот вообще часть пытаюсь очень редко задействовать и что-то наносить сюда под глаза прям. Затем уже я прохожусь вот этим золотистым хайлайтером. Мне нравится, какой он дает блеск. Все делаю пальцами, все по-быстренькому. Я совсем слегка прохожусь коррадошом. Прям чуточку-чуточку. А тени у меня вот такие от Фаберлик. И теперь я беру здесь такой золотистый оттенок. Забыла нанести бальзам для губ. Пока я крашусь, чтобы губы увлажнить. Помаду, конечно, я наношу уже перед выходом. Немного туши и все готово. А, тушь я наношу очень аккуратно, чтобы не попасть в глаз. И даже не достаю прям до конца, до края ресничек. Потому что, опять же таки, у меня может быть аллергия. И я прям стараюсь пол-реснички, самый только вверх прокрашивать. Заметили вы или нет, но у меня очень подвижная мимика. Особенно лоб и межбровное пространство. То есть я... Ну, у меня вот тут вот складочки есть на лбу. И я решила, что сделаю себе ботокс. Вообще думала, что ботокс очень дорогой. Думала, 1015 уйдет на это, на лоб. А в итоге я нашла вроде бы как 6-7 тысяч. Ну, не знаю, я буду снимать ролик обязательно. И потом с вами поделюсь своими впечатлениями. Но результат должен быть классный. Я накрасилась. Самое главное сейчас не разрыдаться. То могу сейчас какой-нибудь ролик грустный посмотреть. Или музыку послушать. И вообще я стала очень сентиментальная. Да. Вот. И могу разреветься прям из-за всякой фигни. Вот. Ну, короче, мне нравится. Классно. С подружкой сегодня пойдем вечерком в ресторан. И я потом, чтобы уже не возвращаться домой, не перекрашиваться, сразу сейчас хочу собраться. И все. Ок. Вот это классная песня прям вообще. Ты себя влюбляться не просила. Сейчас вот думаю, что мне делать. Какую-нибудь татушку хочу. Кстати, Фаберлик заказала вот такие парфюмированные статуировки. Это новинка. Ну, у меня будет отдельный обзор по Фаберлик. А также у меня здесь вот такие татушки есть. Я сейчас думаю, что бы мне такое придумать с интересными. У меня тут еще и такие стразы есть, и такое всякое разное. Короче, сейчас я буду убирать и думать, что же я хочу. На руку и на ногу. Итак, вот что у меня получилось. Она очень яркая, я такого даже не ожидала. Ну, ну, классно смотрится. Так, супер. Все. Итак, смотрите, как я сделала. Мне очень нравится. Класс. Короче говоря, я решила переделать здесь и сделала вот так. А еще я хочу поехать купить себе парфюмерное масло. Мне сейчас это больше нравится, нежели духи. Можно на распив покупать. То есть, что мне нравится, можно покупать маленькую дозу. Потому что, если покупаешь большой флакончик, они быстро надоедают, и это не очень. Вот. А можно купить три, например, там по шесть миллилитров. Вот. Поэтому перешла я на парфюмерные масла. Можно очень классный аромат найти. У меня очень много всякой туалетной воды от Фаберлик. Вот. Но иногда хочется попробовать что-то новенькое. Сейчас покажи руку. Не покажи. Во. Прикольно получилось. Три часа ждешь, пока сфокусируется. Я, знаете, сейчас мне больше нравится одной куда-то выбираться. Знаете, раньше я постоянно кого-то ждала там, своих подруг. Куда-то вместе сходить, выбраться, посидеть где-нибудь в кино, в театр. В театр редко хожу, не очень люблю. Но просто выбраться куда-то одна практически не гуляла. Не ходила никуда. Сейчас никого не жду. Иду одна, куда хочу. Всегда найду себе компанию. Всегда с кем-то знакомлюсь. Вот. И, конечно, раньше не было столько смелости во мне. Потому что я раньше не могла заводить так легко знакомство, как сейчас. Вот. А потом я думаю, блин, а когда еще, если не сейчас? Самое время. Лето, к тому же. Вот. Короче, вот так вот. В итоге решила я надеть вот это платье. А то я чувствую, что я его так и не выгоню за лето. Оно как раз летнее. Такое классное, красивое. Но, да. Комплексы иногда преодолевают меня. В нем я не могу расслабиться и комфортно себя чувствовать на все 100%. В нем не попляшешь. Круто как-то, знаете. Постоянно отдергивать. Что-то не так. Что-то где-то жмет. Ну, думаю, ладно. Надо хоть сегодня его надеть. Потому что лето в разгаре. Сегодня очень жарко. Планы у меня, как вы видите, изменились. Я сидела, за компом работала. Поеду завтра в Sunlight за подарками. И также за парфюмерным маслом. И просто по магазинам завтра уже пойду, похожу. В этом платье нужно себя все время контролировать и держать ровно спину. Что крайне мне тяжело дается. Потому что я сутулюсь. Меня всегда удивляло, так это, что всегда меня разделяется 50 на 50. Кто-то пишет, Настя, носи все, что хочешь. Жизнь одна. Нужно все попробовать. У тебя прекрасные фигуры и так далее. А есть вторая половина, которая нет, ты что. С такой фигурой это нельзя носить. И вот так всегда пишет уже. В течение 7 лет мне всякое разное. Так, я собралась все равно на душе. Как-то очень грустно и печальненько. Ну, нужно идти себя порадовать. Нужно потом, я думаю, пойти погулять по проспекту, по набережной, по центру. Вот такой у нас красивый фонтан музыкальный около консерватории. И вообще это одна из достопримечательностей нашего города Саратова. Короче говоря, я что хотела сказать. Что когда мне слишком хорошо, то потом мне очень плохо. И так всегда. Очень быстро меняется настроение. И я его начинаю себе поднимать. Каким образом? Сначала мне нужно погрустить со всей силы. Я включаю грустную музыку, гуляю одна, максимально проникаюсь в печали, погружаюсь в переживания и рыдаю. Выплескиваю свои все негативные эмоции. И нужно не подавлять себе эмоции, а их прожевать. Затем нужно возвращаться к жизни и поднимать себе настроение. Мои способы такие. Я принимаю прохладный душ, занимаюсь гимнастикой. Хороша вообще любая физическая активность. Я танцую, пою, слушаю любимую музыку, ухаживаю за собой, делаю масочки, занимаюсь уборкой. Я привожу себя в порядок, крашусь, наряжаюсь, иду гулять. Посещаю красивые места. Обожаю караоке, люблю вкусно покушать, выпить винишко можно. Я чувствую себя более счастливой, когда вижу красивые вещи. А самое главное, это общение, конечно же. Общение с близкими, с подругами, даже просто какие-то мимолетные знакомства, несмотря на кажущуюся малозначимость, тоже повышают настроение. Сегодня у меня приятный вечер с подругой в очень красивом заведении нашего города. Это Скайгарден. Здесь очень красиво. Тут, кстати, очень красивое меню. И мне нравится, когда картинки есть. Видно все сразу, что тебе принесут. Я люблю, когда так. На улице такая классная погодка. А это летняя терраса. А это у нас ассорти из шашлыков. Здесь свинина и курочка. А вообще очень-очень уже темнеет. А я камеру с собой не брала. Приятного аппетита. И еще что хочу в конце видео сказать, я оцениваю мужчин только по поступкам. Слова вообще для меня уже давно ничего не значат. Все действия мужчины, если он действительно вами дорожит, будут направлены только на вас. Они проявляются во внимании, в заботе, вовлечении, в чувстве обязанности перед вами. По поведению сразу все видно. Внимание с помощью цветов, подарков. Он держит слово. Он хочет чаще видеться. Он старается поддерживать во всем. Понимать, помогать, защищать. Он решает ваши проблемы. И при этом не ограничивает ни в чем тебя. Как же хорошо, что мне уже 30 лет. И я уже оцениваю мужчин по-другому. Я уже не трачу время на дебилов, на нелюбимые занятия. Мне вообще по барабану на мнение каких-то там людей окружающих, которые что-то могут подумать. И в 30 лет у тебя уже есть деньги. И ты думаешь головой, ты уже очень мудрая. А не как в 20 лет наивная девочка. Всех благодарю за внимание. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю любви и счастья. До скорых встреч. Пока-пока.